Судебный зал Альфарабийского суда едва вмещает всех участников процесса на скамье подсудимых рекордное количество 19 человек. Пятеро из них, в том числе две женщины, находятся под стражей, остальные под подпиской или залогом, старательно прячут лица от камер. Суд по громкому делу о постановке с датчиков экзаменов для желающих устроиться на госслужбу длился почти полгода. Именем Республики Казахстан объявляется приговор. В отношении 11 человек дела были прекращены в связи с легкостью проступка и истечением срока давности. Их вина состояла в незаконном приобретении официальных документов. Для шестерых наиболее активных сообщников участие в организованной преступной группе закончилось приговором. Пятью годами общего режима с конфискацией. Два главных фигуранта мужчины и женщины, признанные организаторами и руководителями преступной группы, получили по 7 лет с конфискацией. В октябре 2015 года сотрудниками Агентства по делам Государственной службы и противодействию коррупции в Алматы и Талдакаргане при попытке незаконной сдачи тестирования вместо кандидатов на госслужбу были задержаны подставные лица. Организаторы находили как желающих поступить на госслужбу без лишних проблем, так и тех, кто мог с успехом пройти любой экзамен. В основном с датчиками были безработные, хотя и очень высокопрофессиональные специалисты. Находили они тех людей, которые грамотные, привлекали их к себе, давали задания. Ты пойдешь туда-то, делай застревление, ты пойдешь, к примеру, сегодня в Астану сдавать за такого-то. Они брали застревление. За каждый тест они где-то 2-3 тысячи долларов США брали. Услуги по сдаче экзаменов предоставлялись по всей стране в Астане, Алматы, Таразе, Актабе. В течение двух с половиной лет, это началось в 2014 году, где где-то примерно 148 претендентов. 148 претендентов. 148, да? Да. А наши данные по уголовному делу проходят. Все липовые госслужащие были сразу же уволены. У большинства осужденных, а среди них есть и супружеская пара, остались малолетние дети. Их судьбу теперь будут решать органы опеки. Приговор пока не вступил в законную силу.